добрый вечер дорогие друзья в эфире программа хороший плохой злой сегодня в студии как делать лазеров максим курников или александр кот сегодня как обычно распределяем роли самом начале давайте перемешать давайте для интриги оп оп ура я хороший а я плохой а я злой соответственно ну и первая наша рубрика тяти тяти наши сети давайте посмотрим что мы напали так но это моя новость начнем с прекрасного в грузовиках почты россии под видом почтовых грузов возили контрафактный алкоголь не абы куда в крым да то есть ну как бы надо понимать что грузовики почты россии они опломбированы и их вскрывать нельзя нельзя да и соответственно вот сообщники организовали транспортировку алкоголя арендованными почтой россии в общем обнаружилось это там чуть ли не совершенно случайно сотрудниками фсб а может быть не случайно знаешь как в фильмах про чикаго тридцатых годов да ну понимаешь как бы знаешь крым ну казалось бы куда вот зачем туда можно возить алкоголь ну там так водку же возили не вино в конце концов конечно я как злой да я тут уже пошутил да повторять шутки не очень хорошо но я повторюсь все таки да помните старый анекдот что если хочешь спрятать труп то его надо отправить куда-нибудь почты россии тогда его точно никто и никогда не найдет а нет тела как говорится нет дела ну что я могу сказать хоть псбшники наши что-то могут найти из того что доставляется почтой россии это первое но и второе если уж так позлиться но с улыбкой да позворадствовать чуть-чуть есть все таки грузы которые почта россии ну благодаря наверное вовлечению в нее людей из заинтересованных заинтересованных людей до доставляет до места и до адресата но в этот раз не получил меня знаете что в этом во всей этой истории печалит только одно что в крыму дела видимо обстоят не очень хорошо раз туда возят автомобилями уже практически алкоголь завозит прям большой достаточно регион вот видимо не все не все хорошо что приходится в общем ну как заливать заливать это все нет я как раз наоборот уверен что все хорошо во первых я хороший во вторых ну редко когда действительно посылка дарит столько радости да это же прекрасно это же мне кажется это вообще рекламная кампания почты россии мне кажется что не было никакого там преступного мысла ребята просто вот хотели пропиарить доставляем почту россии доставляем радость доставляем все поехали дальше это моя тема в швеции банкам запретят предоставлять граждан ипотеку больше чем на век на самом деле ста пятью годами рик сдак то есть шведский парламент законодательно хочет ограничить сроки ипотеки а дело в том что в 2013 году средний срок ипотеки вырос до 140 лет можете себе представить и это привело к каким-то определенным проблемам когда не только дети внуки но и правнукам приходилось наверное уже выплачивать ипотеку и не все потомки этого хотели потому что у всех есть свое жилье зачем вот держать лишние нужные квартиры я очень надеюсь что я буду хорошим играть эту новость на как злому позлиться дорогие друзья вы представляете себе ежемесячный взнос за ипотеку который ну не превышает по своей стоимости например ваши выплаты за интернет я как злой сейчас очень сильно злюсь что мы с вами живем не швеции или по крайней мере у нас вот парламент не шведский и правительство не шведское очень бы хотелось пожить при настоящем социализме хотя бы мне кажется что но плохо подумали вот сейчас в рейксдаге дело в том что продолжительность жизни с каждым годом растет ну в швеции тем более да швеция она за 70 далеко да максим я просто только что вернулся из стокгольма и швеции вот и собственно говоря наоборот им нужно было бы снимать ограничения по-хорошему то есть вы представляете там бионика вот это все то есть продолжительность жизнь двухсотлетний человек 200 летний человек да ну почему бы не снять ограничение плохо подумали зря надо мне кажется и у нас это дело все тоже вот у нас банки сколько там максимум 25 вам сейчас там 30 лет вам дают хотя бы до 105 вот если бы как говорится раздвинули рамки границы вот было бы хорошо самое главное ты представляешь себе горизонт опять такие я злюсь да что я не швеции представляешь горизонт планирования людей если они вполне себе так спокойно берут кредит ладно одни берут другие дают кредит на сто сорок лет на сто сорок лет а ну потому что в багдаде все спокойно понимаешь а в стокгольме все так же в стокгольме еще спокойно вы все хорошее уже сказали поэтому давайте сразу я перейду касавшемуся пойманному в сетях это мое это будет видео в котором чиновник муниципалитета подмосковья рассказывает о благоустройстве города обратите внимание на падающих бабушек на уборку снега в прошлом году получили еще две гаубицы для формирования нашей аллеи славы дорожки освещения до мусорные баки скамеечки для того чтобы наши жители могли комфортно провести в этом фактически заповедном уголке нашего города хочу сказать что я лично прошелся по всему маршруту по всей аллее большая часть деревьев там заражено сухие сухостой должно быть созвучие с нашим памятником если вы помните то в десятом году здесь был цветник сейчас вот высажена фактически 11 елей я как хороший могу сказать что вот критикуют говорят в россии нет там свободы слова и так далее гениальный оператор же да вот так показал что все понятно да читается между строк слушайте как злой я в конце в конце сюжета должен был быть момент где вот этот заместитель главы города на том же самом ровном месте подскальзывается и наконец на самом деле говорит вслух то что он думает об благоустройстве города латкарина собственно заметьте какие терпеливые люди видят что рядом стоит чиновник дает интервью все падают но хоть бы один подошел и предъем они не видят понимаешь то есть когда ты же вот сейчас по смотри ты сейчас вот ездишь по дорогам да на машине ты успеваешь замечать светофоры пешеходов нет ну я стараюсь пока стараешься да но как бы понимаешь то есть не всегда выходит вот тоже самое и с этими людьми то есть они настолько увлечены процессом прохождения по этой тропинке что зрение превращается в туннельное зрение то есть ты как бы ничего не замечаешь но собственно что я могу сказать плохого да все потому что все в общем то вы сами видели на видео можно сколько угодно говорить о том как мы благоустраиваем свой город это касается не только подмосковья а вы заметили как птицы летали абсолютно свободные от вот этих вот нечищенных дорожек чему же я не сокил в головном мире да вот понимаешь вот можно сколько угодно говорить в камеру там я не знаю там представителям сми другим там в газеты писать о том что все у нас хорошо вот но как показывает практика жизнь все расставляет жизнь до жизнь гравитация бессердечные ты следующей рубрики до следующая рубрика сейчас посмотрим что для нас приготовил виталий сапожников внимание на экран смотрим сюжет на неделе в оренбурге вновь подняли тему единых денежных компенсаций губернатор на заседании правительства в пух и прах раскритиковал работу социального блока мол еды к считают с большими ошибками а льготники страдают считаю пока вашу работа особенно вице губернатора не удовлетворительной и в части координации обеспечения контроля за ситуацией в целом и чтобы все замечания или все ваши недочеты были устранены впрочем ответственные чиновники сетуют на несовершенство системы подсчета некорректные данные и вообще нехватку рабочих рук при процессе начисления едыга как бы то ни было разбираться и налаживать работу нужно срочно юрий берг даже обозначил конкретный срок неделя ну я как хороший скажу что хоть на это вышло сколько три недели но тем не менее реакция же есть практически молниеносно поэтому я считаю все хорошо то есть три недели я отозлюсь надо посмотреть нормы хотя с другой стороны признал работу неудовлетворительной губернатор признал работ своего заместителя неудовлетворительной а посмотреть сделали он это официально письменном виде выговор до либо это просто вот так вот на камеры практически как чиновника заводкарина рассказал всем все что думает по этому поводу мне дальнейшая карьера в прошлом очень удачного до главы района господин самсонова ну она меня не так уж сильно волнует я крови его не требую но считаю что если губернатор признает чью-то работу неудовлетворительной должны последовать какие-то кадровые головы отрубить надо как сказал путин кого-то повесить слушайте вот у меня во всей этой истории да с еды к там же одни на других перекладывают то есть как помните как с осаго было в самом начале когда принимали закон закон приняли а инструментов для выполнения нет вот то же самое и собственно говоря во всей этой истории меня удивляет одно вот сколько ты не пытаешься слово счастье сложить из четырех букв вот то есть тебе как бы губернатор может сказать складывай ты говоришь а как ну как бы ну не могу я вот понимаешь у меня только четыре буквы я не могу из них слово счастье сложить я сейчас перебрал несколько вариантов да ну не получается понимаешь то есть и вроде и головы рубить надо да с одной стороны а с другой стороны как долго да толку то есть вот этих людей тоже по-своему жалко мне кажется ну там конечно надо разбираться в общем кто в какой степени виноват но тем не менее то есть проще всего сказать я недоволен исправить а как вот как все у меня больше вопросов нет давайте следующий сюжет давайте смотреть когда инвалидность нужно выбивать едва ли не с кулаками оренбуржцы все чаще жалуются что эксперты медико-социальные экспертизы часто отказывают в получении статуса а дело в новых правилах установления инвалидности вступивших в силу с начала года отныне используется некая бальная система вот и приходится людям с тяжкими недугами выслушивать нечто подобное они указывают что незначительные нарушения статодинамических функций не ограничивают ни одной из категорий вашей жизнедеятельности вот так и по статистике получается что чудесных исцелений стало больше только не потому что больных меньше отказывают в инвалидности чаще альмужец Данияр даже судиться затеял с медико-социальной экспертизой с утра это вообще невыносимо я подняться с постели не могу даже элементарно вот чтобы на бы перевернуться мне я в три шага это делаю постепенно постоянно болит и не знаю уже вот тут наверное внутри но подобные процессы опять же по статистике в стране выигрываются редко слушайте я так радовался сегодня когда вытянул табличку хороший но это сегодня какое-то испытание быть хорошим и искать стокгольма что ты хочешь стокгольмский синдром да и но слушайте я сдаюсь я не буду искать в этом хорошего но я как злой скажу что вот эта медика социальной экспертизы да которая дает инвалидность мы уже неоднократно говорили не только в этой программе люди непосредственно сталкивавшись с работы этих врачей вот здесь вот я кроме как в кавычках это слово взять не никак не могу в данной конкретной ситуации люди там людей ловили с поличными со взятками да когда у других людей которые нужна была инвалидность вымогали деньги люди которые уверены почему-то что наверное новая нога может отрасти что у человека который хочет быть инвалидом и заслуживает это можно вымогать деньги не слов нет тут два варианта я думаю кардинального решения вопроса либо разогнать вот эти структуры чертовой матери либо отменить сам статус инвалида в стране сам институт инвалидности потому что во первых старей сколько страна на этом сэкономит денег вот а во вторых стране все здоровые будут по крайней мере на бумаге а это наверное то чего мы все чего они добиваются я знаешь я сейчас хотел бы немножечко наверное встать на защиту вот тех людей которых сейчас прям раскатал по полной программе это это все врачи не всегда там все так плохо но установка в принципе сейчас здравоохранение такова то нам ребята надо экономить нам и получается так что зачастую там людей вот как в этом случае говорят да ладно ты нормальный как выходи потому что у людей есть рассказал надо ходить не понимаешь и самое плохое в этой ситуации то что это тенденция она же не от вот этих комиссий идет она же идет сверху понимаешь и вот это все идет самого-самого верха и за на чай который работает в этой комиссии у него всегда есть выбор быть подонком или не быть подонком но это всегда да выбор то есть и пойти искать другую работу и у него тоже возможно дети которых надо кормить и как каким-то образом существовать самому поэтому тут такой вопрос очень не в швеции живем как говорится вот тебе и раз на неделе арестовали известного оренбургского юриста председателя первой коллегии адвокатов Дениса Хузи Ахметова задержали его с поличным в момент передачи денег которые он по версии следствия вымогал у своего клиента пообещал ему решить вопрос о невозбуждении уголовного дела и уголовном преследовании либо решить вопрос о возбуждении уголовного дела по менее тяжкой части статьи по факту уклонения от уплаты налогов за свои услуги он потребовал денежное вознаграждение 7 миллионов рублей вообще Денис Хузи Ахметов в адвокатском сообществе личность известная одно из его последних дел процесс асхата зиганшина правда от 9 лет лишения свободы адвокат своего клиента не спас а теперь и сам оказался в сизо причем меру пресечения Денису Хузи Ахметову вынес ленинский суд где он когда-то начинал свой трудовой путь ну что я могу найти хорошее я тебе подскажу давай враг наказан понимаешь то есть взяточник и вот коррупционер ты знаешь я когда-то у Дениса брал интервью и мне очень трудно его ассоциировать с врагом да но действительно если если поймались по личным то что тут трудно что-то придумывать да защиту его ну что хорошее для меня тут скорее рифма какая-то да когда человек который был когда-то пресс-секретарем суда суда и этим же судом и комментируется другим пресс-секретарем это решение это конечно вот такая завязочка для книги практически ну вот это единственное что хороший сюжет вот что я скажу да это единственное что хорошее я могу в этом найти извините слушайте ну неофициально официально неофициально да ну все в городе более-менее люди разбирающиеся вопросы знают что адвокаты прокуроры судейские те в принципе ну так подожди сейчас я включу диктофон подробнее ну ка ну ка ну это все настолько сросшиеся настолько сросшиеся отдельная карта диктофон история с пранкерами короче говоря это прям вот перми конечно да ну это 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 говорит о многом да и вот собственно чувствуется удивляться что что адвокаты там имеют какие-то возможности адвокаты всегда пробуют решать вопросы своих подзащитных через следователей через судейских с той или иной степенью успешности или удачливости да денису не повезло пришло время для нашего гостя сегодня сегодня у нас в гостях эльдар курманаев представляет мне кажется этого человека лишний раз не нужно сегодня мы будем говорить о новом событии в нашем городе о премии золотой кит здравствуй эльдар спасибо большое что пришел приветствую присаживайся оп давай прям с самого начала начнем зачем все это вообще что это что за премия золотой кит почему золотой кит золотой кит там может быть еще как-то понятно да у вас же вашей организации логотип логотип не вообще кит и сама по себе награда который будет вручать это золотой кит вынырющий из воды из океана возможности и соответственно он символизирует некий прорыв там да который так сказать случился там в прошлом году конкретным человеком или с конкретной нет с конкретным человеком конкретной компании это символ соответственно будет получаться статуэтка и плюс диплом награждения что касается данной премии мы изучили естественно опыт коллег изучили опыт ближайших регионов как это все проходит изучили опыт наших премий которые есть в оренбургской области в принципе аналогов такого не существует есть именно бизнес премии есть именно отдельные там премии почти человек года у нас же соответственно исключительно своя история да мы посмотрели взяли нечто лучшее поэтому есть и события года именно открытие года есть спортивные события культурные события социальный проект также бизнес номинации вот и исходя из этого получилось так сказать определенный набор номинации которые есть это 10 номинаций из них по девяти номинациям у нас голосует экспертное сообщество по одной номинации это у нас общественное признание голосуют оренбуржцы призрительских симпатий ну можно сказать так но мы сейчас все равно отслеживаем несколько уровней голосования да если мы говорим про экспертное сообщество мы специально взяли некий общественный средств мы взяли судьи это люди достигшие в каждой своем направлении в своей деятельности определенных успехов некие авторитетные так сказать персоны нашего региона нет это все открыто на официальном сайте можно посмотреть это начиная от министров заканчивая главврачом больницы бизнесменом общественным деятелем журналистов там в принципе ну все известные люди но предварительно предварительно естественно была возможность такая любой оренбуржец мог подать заявку на ту или иную номинацию либо номинировать кого-то и потом уже соответственно те заявки которые поступали плюс фокус-группа по каждому направлению если спортивные события то спортивные журналисты вы не сами номинировали нет абсолютно нет мы исходя из этого собирали так сказать фокус-группы и они уже принимали решение плюс мы добавляли то что сошло сайта и как в любой премии включая тоже премию оскар есть лонглист вот сейчас лонглист по 15 номинаций 15 вернее номинантов там да где-то больше где-то меньше и вот сейчас с этими номинациями уже так сказать эксперты ставят свои определенные оценки эльдар скажи пожалуйста вот всегда когда есть голосование в интернете всегда есть попытки повлиять на это голосование столкнулись ли вы с этим и если да то как с этим можно бороться ну максим смотрите ситуация какая дабы получить некий результат общественное признание да чтобы так сказать любой желающий мы исходя из этого сделали возможность каждому подать заявку да потому что на начальном этапе я говорю уже про голосование про голосование но нет идеальных счетчиков поэтому мы делаем трех ступенчатую так сказать систему голосования первое у нас было 19 человек если не ошибаюсь и мы соответственно дали возможность проголосовать отобрали десятку отобрали десятку 10 первых мест исходя из этого сейчас вторая ступень голосования сейчас я так думаю 3 либо 4 номинанта да мы соответственно их выбираем и уже на самой церемонии присутствующие люди в зале они соответственно смогут проголосовать причем это не просто вас последняя да причем если говорить о самой премии то в свободной продаже билетов совершенно нельзя приобрести мы мало того что у нас есть большое количество номинантов есть экспертное сообщество там да это больше ста человек есть у нас плюс соответственно они будут с плюсом супруга либо с коллегой с компаньоном вот плюс ко всему еще есть ряд персон которых мы хотим пригласить и данное событие все-таки это пилотный проект нашей компании и мы хотим собрать определенную интересную качественную аудиторию потому что не самая главная премия не самая главная награда да потому что это первый год есть какие-то определенные вещи нам хочется сделать хорошие качественные события не получится ли так что вот нет билета в свободные продажи все расходится по знакомым не получится ли так что кто-то может сказать вот собрали между собой и между собой что-то решить. Поймите, здесь не мы. Я представляю сейчас оргкомитет премии. Помимо оргкомитета есть и эксперты. Исходя из этого, мы формируем тот список. Мы готовы к предложению. Не значит о том, что нельзя будет попасть на церемонию. Да, нужно написать... У меня, знаешь, один вопрос к тебе. Зачем все это? Какая цель преследуется? Что получат призеры в конечном итоге? Что получите вы? Смотрите, если говорить про мероприятие, как минимум нам хочется все-таки быть причастным к нашему региону. Так как мы проводим большинство мероприятий, мы видим события, которые проходят, и нам хочется сделать скачанное событие. Если вы помните, последние четыре года компания Виконт Медиа проводила ночь пожирателей рекламы. Что с рекламой происходит сейчас, вы видите. Что у нас с креативной, с прочей, так сказать, публикой, где в других городах больше, немножечко сейчас проблематично. Плюс ко всему, сам контент по ночи, он составляет порядка 200 тысяч рублей. И те, как уже говорят люди, мы можем посмотреть в интернете, и нам делать из этого более-менее крутое событие уже, так сказать... То есть, вы решили те же самые силы и средства вложить в более по-вашему перспективным мероприятиям? Плюс ко всему, есть еще номинация стартап года. Мы, естественно, показываем тех людей. Есть бизнес номинации, есть некое независимое. Плюс, помимо Виконт Медиа, здесь еще организатором выступает и бизнес-клуб «Ключевые персоны», куда входят также многоуважаемые люди, да, и мы, исходя из этого, проводим также мероприятия. Я дополню, да, смотри, вот как бы там актер, раз уж мы аналогию с «Оскаром» уже проводили, да, актер, получивший «Оскара», впоследствии получает более высокие гонорары. Что должны, по идее, хотя бы, да, там, я уж не знаю, как оно будет, раз это пилотный проект, как оно будет в будущем, но по вашей идее, что должны получить призеры вот этой премии в конечном итоге? Ну, во-первых, смотрите, нету такого момента, чтобы понимать, что получат главные. Есть даже тройка, да. Мы считаем, что те мероприятия, вот если брать даже меня, да, я вот смотрю на номинацию «Культурное событие года», я вижу 15 проектов, про некоторые я вообще не слышал. Здесь есть возможность и людям посмотреть, и увидеть, и все-таки показать, действительно, какой проект был круче и по каким причинам. Естественно, что касается спортивных событий, тоже есть разные, потому что сравнивать, условно говоря, победу, вернее, дошедшего до полуфинала «Газовик», да, помнишь этот матч с «Локомотивом», Макс, я знаю, что это болельщик, и какие-то другие достижения тоже. Тут, в принципе, все не поставишь в один ряд. Поэтому мы хотим, чтобы все-таки было некое признание, чтобы люди стремились к каким-то достижениям, чтобы все-таки делали мероприятие, делали историю, и потом, соответственно, мы могли их честить. И причем мы, в отличие от других премий, да, мы не берем никакие взносы. Мы всего лишь операторы. Мы операторы, мы компания, которая умеет организовывать события. И, исходя из этого, мы привлекаем сторонние компании, разные ассоциации, партнеров, дабы сделать из этого, так сказать, интересное. То есть, Илья, извини, пожалуйста, ты сказал, что наша задача сделать просто хорошее мероприятие. И этот мой вопрос чуть шире, чем просто премия. А скажи, вот количество мероприятий, их качество в Оренбурге в последние годы, как бы ты охарактеризовал, каким бы словом, беда, все хорошо, или там идет какое-то развитие, или вот, к сожалению, что-то с этим не так? Ну, что касается наших проектов, у нас... Нет, ну, это понятно, что ты про себя скажешь всегда хорошо. А вообще, в целом, насколько это есть какой-то рост? Или, к сожалению, мы где-то застряли? Ну, в рамках проведенных мероприятий, естественно, потихонечку растем. В рамках, если мы берем даже региональные, там, да, где-то Уфа, Екатеринбург и Москва, то, естественно, мы находимся на, ну, практически низшевом моменте. Потому что мы ездим регулярно на премии, мы ездим регулярно на форумы, связанные с нашей индустрией, и смотрим, насколько, как все, так сказать, происходит. И, может быть, это из-за того, что в плане бюджетов, естественно... А денег не хватает? Или мозгов? Или, может быть, оренбуржцам просто это не нужно? Ну, во-первых, и денег, и данных специалистов тоже мало. Потому что мы сейчас видим, что есть, да, проекты, есть действительно чем заниматься, но всегда как бы выступают проблемы, даже в качестве подрядчиков. Если же сейчас проводят данную премию, мы привлекаем несколько подрядчиков. У нас нет человека, который мог бы отвечать и делать техническое, так сказать, сопровождение мероприятия. Экраны одни, звук другие, мэппинг третий. И мы, соответственно, все это объединяем, подключаем и так далее. Если в Москве, по сути, взять 100 тысяч рублей, заплатить 150 за режиссера – это норм. То у нас какие? Режиссеры, написание сценария, ребята, вы что? Есть же человек, который делает кофе, и все это копирует. Почему бы нет? Поэтому, что касается здесь, то мы, естественно, подстраиваемся. Если брать аналогичное агентство, как мы в Москве, то они в большинстве своем просто агентство с креативным директором, с аккаунт-менеджерами, персоналом, которые, в принципе, все берут и получают агентское награждение. Нам же здесь не получается выживать таким образом, поэтому мы закупаем какое-то оборудование, пытаемся где-то что-то как-то крутиться, потому что Оренбург все равно он специфичный. И даже есть признание, нам недавно дали премию события года, но единственная номинация, в которой могли конкурировать – это экономичное событие с бюджетом до 500 тысяч рублей. А по сути другие мероприятия, если аналогично сравнивать, которые получает Гран-при и так далее, естественно, бюджета там свыше 10-20 и так далее миллионов. Что стоит мероприятие, которое было открытие музея «Гараж» искусства супруги Абрамовича. Ты понимаешь, даже там я видел этот кейс. У нас тут даже нет младшей сестры супруги Абрамовича. Я слышал, соответственно, ребят, которые организовывали, представляешь, даже кейтеринг, кейтеринг, несмотря на Новико, не нашелся такой. Когда людей кормят на выночке. Не нашелся ни один подрядчик в Москве, московский подрядчик, который мог бы сделать кейтеринг в данном мероприятии. Поэтому приезжали… Предлагаю открыть «Гараж» жены. Не культурный центр, просто «Гараж». Не, ну ты, извини, там были звезды первой величины, если говорить, режиссеры «Звездных войн» и так далее. Ну, понятно, понятно. Да, мы можем только пожелать хоть раз сюда затащить Машу Распутина. Я бы сказал Машу Малиновскую. Машу Малиновскую на открытии «Гаража», да, чего-нибудь. Мы пока пойдем узнаем, кто победит в итоге. Да, у Ильдара спросим. Какая-то. И попросим пригласительные. Ну, в общем, спасибо тебе за то, что пришел. Друзья, следите за событиями, голосуйте за своих любимых номинантов, наверное, вот так. Ну и пожелаем удачи, надеемся, что первый блин не будет комом. Спасибо. До свидания. Всего доброго. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok